Добрый день. Я слайд не на английском языке, а прокомментирую их, если мне надо говорить, на русском или в индийском. Наш проект НИПОС ориентирован на то, чтобы сделать организационную и технологическую поддержку развития открытой науки на базе лучших практик, которые существуют и разработаны в рамках Европейской инициативы Европы. Ну что такое Open Science? В докладе Миле это было точно слово, слово все написано на английском, она это выдала на русском. Европейская Open Science Cloud инициатива была сформирована в 2018 году, когда в Вене, в Австрии собрались министры образования, науки европейских стран и ассоциированных стран и дали старт этой инициативе. Цель ее была то, чтобы объединить все разорвленные инициативы, проекты в области открытой науки и ресордж-дайта, обработки, накопления и так далее в единую федеративную инфраструктуру для доступа к данным и предоставления унифицированных сервисов. В начале 2018 года Европейская Open Science Cloud инициатива была поддержана как не единая структура, а как набор различных проектов, финансированных Европейской комиссией. Над координацией этих работ стоял стейкхолдер-форум, гавринс-бот и экзекутив-бот. И все эти работы выполнялись в рамках ряда независимых народных проектов. В 2020 году Европейская Open Science Cloud инициатива была реорганизована. И централизованная ассоциация, ЕОС-к ассоциация была создана. Над этой ассоциацией стоит стейк-бот, в который включены представители Европейской комиссии и выбранные делегаты из всех национальных стран, которые поддерживают Европейскую Open Science Cloud инициативу. Различные стейкхолдеры контрибуют в развитии этой инициативы. Это и, главное, потребители и создатели наушного контента, исследователи. Это различные международные инициативы и проекты, которые существуют. И Research Data Alliance, которые также являются частью инициативы Европейской Open Science Cloud. Это ESRI-и проекты, то есть большие европейские инфраструктуры, которые производят и генерируют большое количество данных. Это различные комьюнити и это целая серия различных проектов, в частности региональные проекты, типа МИФС, Европа, в которых мы участвуем, которые ориентированы на развитие ЕОСК. И в рамках ЕОСК создана один репозиторий, где официальные ЕОСК документы все накапливаются на базе ЗИНОДА. ЕОСК Ассоциация, как я говорил, была начата ее созданием в 2020 году. И с 2021 года она уже функционирует. Несколько заседаний уже было. Минеральная ассамблея, ей создано много рабочих групп. В том числе и из проекта МИФС Европа. Представители в этих рабочих группах. 184 вопросов на членство в Ассоциации было. И из Молдовы две организации являются членами ЕОСК Ассоциации. ЕОСК Ассоциации базируется на ЕОСК Партнершип. То есть это совершенно специфический инструмент, который был создан в Европейской комиссии, который как бы координирует все вопросы развития, в том числе вопросы финансирования активности в рамках создания ЕОСК Ассоциации и национальных инициатив, сервисов, дейтерепозиторий и так далее. В этом партнершипе ЕОСК Ассоциации имеет важную роль, поскольку она участвует в разработке рабочих программ, которые потом на конкурсной основе финансируют различные проекты по развитию сервисов, технологий и наборов данных. В этом сотрудничестве важную роль отводится к такому тростиному коллаборари, это где стиль групп, состоящие из представителей Еврокомиссии и национальных представителей и представителей ЕОСК Ассоциации, формируют различные программы и направления деятельности, которые в дальнейшем финансируются Еврокомиссией. ЕОСК Ассоциации и Еврокомиссия в национальных странах и в настоящее время есть предложение, чтобы до конца этого года или в начале следующего года организовать трипл-регменты в Молдове Еврокомиссии, такую инициативу поддерживали. Было разработано для того, чтобы определить опционные направления действий, которые будут поддерживаться в инициативе ЕОСК, такая стратегическая Research and Innovation Agenda, которая включает в 9 направлений деятельности, которые будут реализовываться в рамках инициативы ЕОСК в период с 2021 по 2027 год. ЕОСК в этой инициативе сформулированы объективы и те задачи, и те проблемы, и те бенефиции, которые получат различные стейкхолдеры от реализации инициативы ЕОСК. И первым направлением, и самым главным, которое началось в прошлом году и в этом году продолжает развиваться, это развитие Core Function, базовые функции ЕОСК. Здесь они перечислены. Тут есть и вопросы развития документов политических различных, и технологических, технологические аспекты, и взаимодействия с программой Horizon Bureau с точки зрения финансирования различных действий в рамках программы развития ЕОСК. Здесь более детально расписаны те базовые функции, которые сейчас развиваются. И под каждую эту базовую функцию есть отдельные проекты, отдельные организации определены. И эти базовые функции в настоящее время уже функционируют, ну, скажем, не в полном объеме, но уже являются в предпродакшенном состоянии. Важным направлением ЕОСК является гармонизация европейского и национального, ну, скажем, не только законодательства, но и активитиз различных действий. И для этого Ассоциация ЕОСК, которая управляет всей федеративной экосистемой ЕОСК, опирается на национальном уровне, на национального Open Science Cloud инициативы. И сейчас стоит задача, чтобы и в Молдове такая инициатива была, и была, и все заинтересованные техполдеры поддержали эту инициативу. То есть это базируется на таком cooperation, collaboration, активительном национальном уровне. И национальные Open Science инициативы помогают доводить до Европейской Ассоциации те проблемы, те задачи, которые являются приоритетными национальном уровне. И с другой стороны, ЕОСК Ассоциация позволяет взаимодействовать с национальными стейкхолдерами какими-то рекомендациями и требованиями к развитию национальных ЕОСК проектов. Что такое National Open Science инициатива? Здесь есть определение. На направлении деятельности это управление и взаимодействие на национальном уровне и на европейском уровне. Разработка стратегических документов, других документов политических. Это работа над тем, какие инфраструктуры и сервисы должны быть поддержаны развиваться на национальном уровне. И это способы с установлением ЕОСК на национальном уровне, в том числе с поддержкой европейских проектов. Взаимодействие НОСК и этих национальных инициатив с теми действиями, которые были уже реализованы на национальном уровне. Например, если была разработана стратегия развития открытой науки, то эта стратегия должна включать создание НОСК. Если НОСК была создана готова, как стратегия готова, то НОСК должна участвовать и помогать развивать эти документы и эту стратегию. Здесь написано, какие миссии, какие задачи НОСК выполняет. Но главное, что это существование НОСК, необходимые условия для поддержки включения национальных Open Science инициативов, для коллаборации с Европейской Open Science инициативой. Для того, чтобы формировать НОСК, разработаны анденовские документы, типа Меморандум of Understanding и Regulation, как должно функционировать. Эти документы уже в третьей редакции существуют. Они обсуждались на некоторых предыдущих ивентах. Часть присутствующих НОСК участвовала в тех ивентах. Сейчас эти документы готовы для публичного обсуждения и будут представлены для обсуждения и направлены основным стейкхолдером с целью для того, чтобы в течение, до конца этого года, формировать НОСК инициативу в Молдове. Что важно, для чего, какие преимущества научным сообществам, исследователям, конечным пользователям дает Инициатива, то, что существует уже портал и каталог со всеми сервисами, дейтасетами открытыми, которые доступны для исследователей всех стран европейских, и есть Marketplace, и различные, так сказать, источники сервисов. И Research Data Collection доступны через этот каталог. Вот здесь список тех провайдеров, которые через этот каталог предоставляют свои сервисы, дейтаспейсы и так далее. Здесь видно, что это различные инфраструктуры, научные учреждения, университеты, библиотеки и так далее. Все они являются частью этой экосистемы федеративной ИОСК. Проект МИФУС-ЕУРОП, он имеет свой каталог, который интегрирован в каталог ИОСК, То есть каталог сервисов ИОСК является херархическим. Есть региональные каталоги, как наш каталог МИФУС, есть тематические каталоги. И через каталог МИФУСа можно любые сервисы, дейтасеты и базы данных с публикациями национальными портировать и вводить в ИОСК. Значит, сервисы интегрируются в важный момент. Они должны быть сертифицированы, проверены на то, что они функционируют, работоспособны и так далее. И эти сервисы становятся доступны через общий федеративный каталог ИОСК. В Молдове уже ряд сервисов и репозиторий, генерий, тематик, онбордят. И если есть интерес и готовый для интеграции ИОСК сервисов, мы готовы эту работу помочь, поскольку здесь есть опыт и есть методология, как включать ИОСК. Эти сервисы, которые должны быть интер-операйбл на уровне различных систем, которые будут работать с этими сервисами. Спасибо большое за внимание. И есть список на литературу, которая относится к развитию ИОСК. Спасибо. 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 Спасибо.